...десятилетия. Как минимум два поколения. Два поколения, которые уже диктуют моду. Более того, сейчас время такое. Вот это активное вмешательство технического прогресса, совершенно сумасшедшее, оно совершенно сломало... Оно уже диктует правила игры, в принципе. В принципе, я ничего нового не скажу. Я могу посоветовать всем, кто нам смотрит, взять замечательную книгу замечательного французского писателя Мишеля Уэльбекова. Бумаги книгу. Бумаги книгу, которая называется «Возможность острова». Все вопросы, которые вы мне задаете, проанализированы, отвечены и даже с прогнозом вперед. Прогноз ужасающий, страшнейший. Мы мутируем? Художественно-литератур. Практически. Мы превращаемся в киберов. Да. Понимаешь? Да. То есть, все идет к тому, что, ну, человечество дико боится, это не мои мысли, это уже мысли у Эльбека, я не могу их только повторить. Бешено, во-первых, боится старения. ГМО-шничает сразу, почему вы потихонечку ГМО-шничать начинаете. Преращается в продукт, который не портится. Да. И на Западе это давно уже понят. там выпускают журналы для девочек, но которые рассчитаны на маму. Потому что мамы хотят быть девочками. Я понял, да. Это вообще вещь ужасная. Это мне не даром вспомнил Вуди Алина. Про этого. Потому что, вы же сами видите, например, ну, многих актрис, будем мы не будем знать фамилии, я не узнаю просто, я их не воспринимаю. Я не знаю такую актрису, которую я сейчас вижу. Я фамилию ее знаю, имя знаю. А так, то, которое я очень люблю и видел, она для меня не существует. Я не люблю смотреть, как человек, которому там за 70 играет девочка, которая 18, Джулина. У меня, когда к ней кто-то прикасается, хочешь посылать, меня начинает тошнить. Ну, есть такие девочки. Совершенно естественным способом. Абсолютно. Абсолютно естественным способом. Без прибыли помощи каких-либо сынов. И это страшно. И, может быть, в этом, возвращаясь так к первым вопросам, и кроется неудача тех, которые в погоне за молодостью, начиная делать не то, что великолепно. Они боятся потерять новую аудиторию, но они теряют старую, теряя самых преданных, которые лягут на абразуру, и приобретают только тех, пока ты успешен. Вот чем катастрофы. И никакой материальной благополучии потом не спасет. Потому что то, что происходит внутри, оно иногда страшнее. Вот самокопа, самоанализ, есть, конечно, мозги, есть, есть человек пофигист. Вот в ту же тему, собственно говоря, я когда вот размышлял об этих всех вещах, я пришел к такому интересному наблюдению. И не знаю, это происходит только в нашей стране или где-то еще. Я пока еще нигде не видел. Дело в том, что у нас в искусстве, в культуре практически не прослеживается преемственность. То есть у нас что-то происходит с замещением старого. То есть если приходит что-то новое, значит старое должно умереть. Почему-то. Вот у нас как-то так это все... Ну, по крайней мере, на уровне восприятия молодежи. Позвольте, я отвечу. Секунду, сейчас. Извини, пожалуйста. Я хотел узнать мнение нашего гостя. А вот я тебе сейчас позачитаю. А, ты тоже наш гостя. Давай. Я с ними не согласен. Нет. Представляешь, даже такое может случиться. Ладно, читай, читай. Чучи, не писатель, не читай. Я просто специальный интриг. Однако, там был разговор о вообще песнях, о написаниях песен. Не надо, во вторых. Тут вы сказали однажды, причем я абсолютно с вами согласен. Не знаю, согласны ли вы с тем, что вы сказали, но я с вами согласен. Скорее всего, нет. Значит, вообще каждая песня должна быть знаковой. Шоперан говорил, что у настоящего поэта в год может быть не более 6-8 достойных песен. Больше написать невозможно. И дальше идет еще небольшая цитата. Это, позвольте, я зачитаю. Однако, тот поток песен, который сегодня проходит через эстраду, настолько велик, что начинаешь понимать, что песни штампуются. Причем материал, из которого делаются штамповки, далеко не самый лучший. При этом людям старательно внушает, что ничего не нужно усложнять. Все должно быть просто, понятно и доступно. А главное, что они сами так могут. Огласите дату. Подождите, я сейчас не сказал. Позвольте, позвольте, позвольте. Дальше я не начитываю, дальше я не начитываю. Есть гениальная простота. Простота творчества Есенина. Тут я с вами миллион раз согласен. Вот смотри, Вася, это для тебя, кстати, информация. Я-то здесь, почему? Например, который понятен и академику, и крестьянину. Но это кажущаяся простота. Есенин очень мучительно работал, но писал, он писал кровью. Одно стихотворение в месяц. Простота для понимания поэзии Пушкина. Но если заглянуть в его черновики, то только тогда осознаешь, как непросто давалось каждое стихотворение творцу русского языка, каковым, несомненно, является гениальный русский поэт. То есть, вот вы в этом смысле раскрыли гигантскую, просто гигантский пласт, обрушили на людей. Потому что все же думают, что сейчас даже компьютеры сочинения, ботинки, полуботинки. Действительно, простота, это жесткий труд, это не просто легкость изречения. Ну да. Изводится единого слова ради тысячестон словесной руды. Почему, действительно, 6-8 песен. Но я хочу вернуться к тому, что теряется приемлемство. Дело в том, что это беда России. Вот именно потому, что в других странах я не видел. Значит, первый смертельный удар, не до конца смертельный, но почти смертельный, был нанесен в 1917 году. Философский парасон. Когда 1,2 млн лучших умов, ну мы будем говорить о литературе, потилово России. Миллион двести? Миллион двести тысяч. На самом скромном пощадке. Кто это умер? То есть, самый цвет. Бунин, Святайло. Ну, это... То есть, те, кто могли не только создать свое, они могли еще воспитать поколение. А как же? Это же просто не подойдется. Потом, сколько бежало людей потом, в течение всей советской власти, в последние годы. И это не только литература. У меня есть очень хороший знакомый врач, молодой. Ему 40 лет он здесь пел. Парень гениальный. Он действительно гениальный. Не буду там... Этой биографии его жизни способствуют. Все диагносты фантастические совершенно. Любящий эту профессию. Его ноги поставишь на ноги. Ну, достаточно сказать, чтобы у него там лечились. Нона Мордякова и до сих пор жена Юрия Владимировича Дикулина. Хотя она работает в простой. Это не кремлевский врач. Обыкновенно не самый лучший по внешнему устроит в внутреннем больнице. Врач изумительный. И палаты многоместные. Но идут... На кофе все. Подожди, напоминаю с этим кофе. Так вот. Он сказал, что на мне, на мне, но не имея в виду себе, а свое поколение. Вот на мне он сказал, медицина кончилась. То же самое можно сказать... Медицина кончилась. Все. Сейчас к нему приходят практиканты. Вот их выпуск еще чем-то питался. Ведь наука уничтожена. Мы вот так вот все рассуждаем. Проценты, повышенная зарплата на 2,5. Это 3%. Там вступил в строй новый элеватор, дегенератор. Пенсионная программа. Пенсионная программа. И никто за этим не отвечает. Не надо мне никаких процентов. Я вижу, что происходит. К врачу я ходить боюсь. Да, это так. Да в магазин продуктовый зайти страшно. Все продуктовые. Все купить нечего. Все поддельное. Все поддельное. Никто ничего с вами руками ничего сделать не может. Преподавателей нет. Они убежали. Этих академик, и сейчас кого не встретят, всех визитки написано академик. Этих академик, я знаю людей, у которых нет высшего образования. Член-корреспондент биологических наук. Я знаю, что у него нет высшего образования. Вообще, он в биологии ни ухом ни рыло. У него музыкальная школа за плечами. Какой он член-корреспондент академии наук. Но он так видит себя. Вот она в чем катастрофа. Вот она в чем катастрофа. Писать может каждый. Не создав ничего нового, разрушили все старое. Все. В настоящее время это должна быть жесткая государственная политика. По главе государства должны стоять люди, которые любят и понимают искусство. Не тот, который приходит в восторге. Спасибо, можно не стесняться, можно еще погромче. Посмотрите даже на концерты. Раньше правительственные концерты, как они строились. Но сейчас концерт это эстрадная бедла. Это пытка вообще на сегодняшний день. Лояльность власти артистов. Я включил канал Культура. Включил канал Культура. Вот романтика, романс. И вдруг мне показывают красавица совершенно потрясающих девочек. Красавица. И начинает одна солистка Бенская опера. Вторая еще где-то. Никого здесь нет. Поют божественно. Ну наши все девчонки. Наши, конечно. Наши. Но их здесь нет. А нет репка та же самая. Ну да. Кто-нибудь их приглашает на эти концерты? Да нет, потому что Владимир Владимирович любит группу Люпе. Ты агрегат, Дусин. А второй там, второй Бинфлойд. Я не уверен, что они до конца хотят, чтобы они это смотрели вообще. Ему там может сейчас предложить оперу Евгения Онегин 3, и он скажет, что так оно и есть. Михаил Зелькич, вопрос такой. Скажите, вот если гипотетически представить, что, допустим, вы каким-то образом оказались у государственного руля, который может управлять культурными процессами в стране? Мы уже удовольствовали, Вась. Я хотел бы ответить героям незавиданной пьесы Шварца. Ну это из кинофильма Каина 18-го. Это сделка его там. Человек, который убирал сортиры, он сказал, что он не пой... Король ему говорит, что тебе надо в политику такому. Он говорит, нет, политика это грязное дело, а я привык все чистить. Он говорит, нет, политика это грязное дело, а я привык все чистить.